Все, что было в моей жизни, сделало меня таким, каким я сегодня на сцене. Я ни о чем не жалею. Единственное, о чем я жалею, вот если можно было бы вернуть мои вокальные данные, нынешнее мышление, ум, сердце, лет так 30, наверное, что-то бы я успел еще доделать. Субтитры создавал DimaTorzok Огромная поющая душа, так называют его поклонницы бужорянки. Увлечение певцом с благородными манерами и пленительным голосом уже получило в интернете шутливое название «Бужорозависимость». И кажется, это только начало. Широкой публике имя «Методия Бужора» стало известно после шоу «Голос». Тогда, во время так называемых слепых прослушиваний, у жюри не осталось сомнений, что мужчина с выдающимися вокальными данными останется в проекте. Вопрос стоял по-другому. Кто рискнет назвать себя наставником профессионального оперного певца? На это решился Александр Градский. «Бужорозависимость» После «Голоса» последовало приглашение на шоу «Две звезды», где партнершей Бужора стала скандально известная балерина Анастасия Волочкова. Дуэт вызвал немало критики и обсуждений среди зрителей и жюри проекта, да и сами сценические партнеры не раз отпускали язвительные шутки в адрес друг друга. «Бужорозависимость» В телевизоре должно быть зрелище. На тот момент зрелище, оно для меня, в том амплуа, в котором я находился, было не совсем моё, не моя рубашка. Не свою рубашку на эстрадной сцене Методио Бужор осмелился примерить, будучи состоявшимся оперным исполнителем, лауреатом международных конкурсов и приглашённым солистом нескольких европейских театров. Впрочем, его дорога в профессию не была лёгкой и ровной. Он родился в Молдавии в Кишинёве, в семье инженера-изобретателя и медицинской работницы. Пел с детства, но о музыкальной карьере всерьёз не думал, а потому сначала отучился в сельскохозяйственной академии на биолога. Потом, по совету друзей, студентов консерватории, которые услышали его пение, Методио всё же поступил на вокальное отделение. Оперная карьера Бужора началась в труппе Московского театра «Новая опера» под управлением Евгения Колубова и складывалась вполне удачно. Знакомство с Муслимом Магомаевым Методио Бужор называет судьбоносным событием в своей жизни. И почти магическую эмоциональную связь и внешнее сходство сразу заметили. Вкусные звёзды, в поисках ласки, сквозь синие вечность, летят до земли. В море навстречу им детские сказки, на синих погонях весёл корабли. Я учился в Румынии, потом уедет в Холла Виталию учиться. И была Елена Васильевна Бразцова, которой я выиграл конкурс. Она мне говорит, слушай, есть Муслим Магомаев. Вроде слышал про него, да. Потом, когда начал петь, и когда присматривался, да, это было некое сходство. Ну, бывает реинкарнация, или хотите так называете, психологи бы так сказали. В море, море, редан в скалам, ты ненадолго подаришь прибой. После встречи с Магомаевым Бужор решил оставить любимую оперу ради классической эстрады. Он не считает, что подражает кумиру советской эпохи, но гордится тем, что его сравнивают со знаменитым предшественником. Я считаю, что мне очень повезло. Первый это был Муслим Магомаев. Потом Елена Васильевна Бразцова, Евгений Колубов. То есть это были такие мэтры своего дела, это имена были, которые я общался. И так было, что мы иногда могли ничего сказать под взглядами, понимали друг друга. К сожалению, немножко пообщались, и их не стало. Как будто ощущение, что я что-то беру от них очень важное, что сцены мне мне что-то передают. Артист, который не волнуется, не артист, говорит методия Бужор. На эстраде сейчас нелегкие времена, меньше зрителей ходит по концертам. И все же в Самару, признается певец, он приехал бы, даже если б не было продано ни одного билета. Тяжело было собирать всех практически со всего мира заново. Но те эмоции, которые мы получаем, они несовместимы с какими-то большими гоноранами. И все-таки ребята еще молодые любят первоначальный вкус искусства. В опере артист прячется за декорациями, массовкой и гримом. На эстраде он один на один со зрителем, которого нельзя обмануть. Ты должен вынуть вот так сердце в начале концерта, не боясь этого, не боясь, что тебе что-то скажет, что там дернулось что-то, что там вспотел, что-то красил. Мне вот в тот момент это все, извините, мне безразлично. Вот хотел другое слово сказать. Мне безразлично. Ведь вы когда плаваете в воде, вам хорошо. Вы думаете, что вам скажут люди с пляжей? Бужоро 42 года. Самый лучший возраст, по его мнению. В молодости он много гастролировал по миру, учился, выступал на лучших европейских площадках, постоянно бежал. Бежал за счастьем, которое, казалось бы, должно было вот-вот наступить. Было очень много работы, но было что-то, что меня всегда томило, не давало мне покоя. Но с годами, видимо, с годами у каждого человека приходит такой рубеж, когда он осознает, что все, чаша дополнена, просто нужно насладиться ею. Я сейчас понял, что счастье не где-то за границей, мне никто ничего не даст. Счастье там, где я нахожусь. Методия Бужор не гонится за количеством новых песен. Он выбирает их не по рекомендации большого дяденьки из шоу-бизнеса, а только те, в которых находит самого себя. Он не мечтает о головокружительной популярности, не любит модные тусовки и гламур, не использует скандалы для пиара. Вообще в искусстве есть такое понятие «прошел медные трубы». Когда ты проходишь через все, быструю популярность, славу, финансовая слава, в том числе материальная, тоже она важна. Есть очень много певцов, я знаю моих коллег, которые не выдержали все это. Они поднялись на подиум, а сами не знают, что дальше делать. Вот очень важно, когда артист, не важно, где он находится, он точно знает, что он должен делать. Личная жизнь под семью замками – это правило. Семья тяжело переносит его поездки. Дома подрастает годовалая дочь, маленькая принцесса, как ее называет Бужо. Я помню момент рождения ее, когда я сижу, я думал, ну я мужчина, я же все видел в жизни. Вдруг это чудо появляется на свет, и врач говорит, вы будете пуповину резать? Я говорю, да, буду. Я не знаю, я стырялся, у меня слезы. И все, ангел вышел на свет. И ради нее теперь я живу. Я не имею права на быть славой. Имя «Методия» – это балканский вариант «Мефодия», означает «методичный, упорядоченный», что точно характеризует самого Бужора, который любит, чтобы все было идеально. Я даже вот микрофон, если у меня неровно стоит по линиям или что-то, меня там безумно бесит. Меня бесит, я в ярости могу прийти на репетиции, если что-то режиссер не так поставил. Они уже все знают. То есть это должны быть ровные линии. Я вот в виде исключения сейчас сяду в костюме. Я никогда не сяду в костюме, потому что у меня должно все. Скажем так, перфекционизм – это моя слабость, потому что от нее я страдаю. Но я не могу ничего делать. Говорят, седина в бороду, бес в ребро. Для «Методии» Бужора его личным бесом стала опера. Любимое детище вновь тянет обратно. Исполнители ждут в Ковентгардене, Ласкало, Берлинской дочи оперы. Мы меняемся только королями. А жизнь, как и игра на сцене, она идет. Просто мы меняемся. Вначале мы играем принцев молодых, потом мы играем королея, потом мы играем прислуг. И в конце мы приходим, когда играем стариков. А спектакли идут постоянно. Только актеры меняются, так и наша жизнь. Это большой спектакль. Продолжение следует... Как вы думаете? К… Продолжение следует... Продолжение следует...